Как написать сэмпл, который захочет использовать каждый? И да, вместо того, чтобы продолжать эту бесполезную дискуссию ОК или использовать сэмплы, я предлагаю их писать И боже упаси, я не запрещаю вам их использовать Потому что это отличный вариант для того, чтобы делать коллаб двух битмейкеров И кстати, это тоже первая часть коллабного видоса Наш темп на сегодня 134 удара в минуту И давайте первым делом добавим фортепиано И это стандартное и моё любимое стандартное фортепиано Close Grand То есть PAX Instruments Keyboard Close Grand Это будет единственный инструмент на сегодня И он стандартный, но эффекты будут нестандартные И наш скейл, он же лад на сегодня, а шарп, майнер-хармоник Си бемоль или ля диез, гармонический минор И что почти самое важное в мелодии? Конечно же, сама мелодия Я предлагаю вам написать простенький мотивчик и уже от него отталкиваться Только повыше Хорошее начало Я думаю, что, во-первых, каждый из вас сможет написать Подобный мотивчик у себя в файлочке Во-вторых, это отличное начало для очень неплохого лупа И давайте сделаем что? Можем прописать к первой нотке интервальчик, чтобы звучало поинтереснее Например, выставим квинту к ноте ля У нас есть аккорд Вот это терция Вот это квинта Теперь можем продублировать это еще на один такт И внести изменения, например, даже и в ритм Кстати, ритм, мне кажется, даже большее значение имеет в сэмпле, чем мелодия Потому что, в первую очередь, вот такое сэмпловое звучание строится в том числе за счет того, что сама мелодия уже немного качает И мы будем этого добиваться в этом видео Так что, если вам интересна такая тема, то продолжайте смотреть Окей, добавим сюда интервальчик, только на этот раз ноту С Мы еще можем добавить ноток снизу Допустим, теперь мы можем все это дублировать, но нотки снизу уже переместить не на ноту ля диез, а на ноту фа диез Все это входит в наш лад Эти нотки, они подсвечены, так что мы можем их использовать И можно даже вот эти нотки тоже сменить на фа диез Потому что за счет этого появится интересный эффект Смотрите, у нас здесь фа диез, здесь фа диез, а вот здесь просто фа И появляется такое небольшое-небольшое напряжение Если мы сделаем так, ну как-то не очень, а вот так Прикольно И вот здесь мы можем переместить на фа И здесь мы можем сделать еще одну штуку Добавить второй интервальчик, завершая вот этот четырехтактовый луп Да, практически готово, только нужно еще вот это продублировать еще на октаву ниже Как-то, как-то звучит, напоминаю, что мы начали с простого мотивчика Теперь, чтобы все стало поинтереснее, мы можем продлить нотки Эмулируя нажатие на педаль Sustain у фортепиано Но это еще не все, мы можем добавить мелодию еще выше На не вот эту ноту, а уже вот эту И здесь мы можем как-то еще разнообразить ритм этой мелодии Например, добавив сюда триоли Переключаемся на одну треть Начинаем ее с корневой нотки Потом переходим сюда на буквально пару полутонов, входящих в лад выше И... Да И... Вот так Да, дублируем Но во втором такте у нас будет не... Ту-ду-ду-ду, а... Ту-ду-ду-ду-ду Здесь оставим фа, а это дублируем Звучит довольно-таки эпично и мощно И от этого звучания мы в итоге будем уходить Потому что если мы будем использовать вот такие сэмплы То у нас попросту для бита и для голоса не останется места Поэтому мы будем облегчать это звучание И займемся в том числе и ритмом Ну если уж совсем упороться, то мы можем в нижней мелодии все это сократить И дублировать, чтобы было вот так То есть у нас есть самые низкие ноты, которые играют одна нота на один такт А сверху они будут играть в два раза чаще Не обязательно, но можно вот, например, вот так делать И сверху добавим еще одну нотку И здесь повторим то же самое Нет, давайте вот эти ту-ду-ду-ду-ду будут играть в два раза реже Да, вот здесь тоже ничего не будет Да, окей, 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 окей Клоня этот фортепиано И еще раз клоня этот фортепиано Все это для того, чтобы мы могли по-разному обрабатывать нашу нижнюю мелодию Нашу среднюю мелодию и нашу верхнюю мелодию Разбрасываем их по микшеру с помощью Ctrl-Shift-L И займемся нашей главной мелодией Эффекты у нас здесь будут нестандартные Но если вам нравится тема лупов и сэмплов То ставьте лайк И как только этот ролик наберет 3000 лайков Я сделаю видео про четкую жирнющую мелодию Вот такое сэмпловым звучанием Полностью на бесплатных VST и на бесплатных библиотеках Со всеми ссылками Чтобы вы прям из-под видео смогли скачать все, что будет в видео И сделать это у себя Если вам нравится такая идея, то ставьте лайк И, возможно, даже до Нового года я успею сделать это видео И, кстати, это коллабный видос, как я уже говорил Это коллаб с DaShine И флип этой мелодии будет уже у него на канале Так что там вы сможете это посмотреть И первым эффектом на нашей основной мелодии будет Vintage Rotary Сокращенно в Rotary Мы воспользуемся пресетом, который называется Slow Он, короче, бомбически преображает просто нашу мелодию Мне очень нравится это звучание Но, естественно, это не все Нам понадобится еще классический сэмпловый RC20 В нем отключаем нойзи В первую очередь нам нужен Space Decay процентов на 20 И открутим немного низкие частоты у реверба Теперь нам нужно добавить сюда фаб-фильтр Saturn Для того, чтобы сделать эту мелодию поярче Поставим где-нибудь чуть там в районе двух килогерц вот этот кроссовер И для правого нашего бенда выбираем тюби, клинтюби Это такая довольно мягкая сатурация И крутим на сто процентов Получаем перегруз, откручиваем Чтобы перегруза не было, можно еще немножко открутить микс Звук стал чуть поярче Просто высоких частот не хватало Поэтому мы их немножечко подогрели сатуратором И ставим теперь эквалайзер Чтобы все, что мы нагрели, убрать Естественно, срезаем низкие частоты Вот небольшую такую баночку мы вырезаем в районе 500 Гц Еще можно махнуть немножечко в районе 1200 Гц Тем самым, в том числе, освободив немножко место Под наши гипотетические ударные, которые в итоге тут окажутся Еще вы могли не знать, но ProQ это не просто эквалайзер А в том числе и mid-side эквалайзер Вот сейчас мы можем и side составляющий То есть того, что по краям Если говорить по-простому, вырезать все, что нам не нужно Поменяем shape на low-cut и Вот это нам точно не нужно Если вы смотрите на телефоне, вы даже ничего не слышите И поэтому нам это 100% не нужно Идем в плейлист И поскольку у нас засолирован этот инструмент Просто выделяемся, нажимаем Ctrl-Alt-C И ресэмплим его в WAV Сейчас вы увидите зачем Еще, кстати, такой микро лайфхак Если вы обрабатываете нестандартными эффектами свои дорожки И потом ресэмплить их В начале может появиться вот такая вот микропауза Просто переключаемся на sleep, вот этот режим И вот так вот это все сокращаем Я отрезаю все, что лишнее после 8 тактов Выделяю и еще раз ресэмплю Но уже ресэмплю без вот этой маленькой паузы в начале Которая меня так раздражает Теперь два раза щелкаем Слайсер В слайсере жмем вот сюда Выбираем бит Идем в новый паттерн Атаку как-нибудь вот так Дикей как-нибудь вот так Вот такое дерганное звучание получили Практически как гейт звучит Но не совсем так Добавим громкости И вот мы уже получили довольно-таки сэмпловое звучание Здесь можно отдельные слайсы разворачивать Если есть желание Или как-то их менять местами То есть переаранжировать сэмпл Но я этим не хочу заниматься Мне хотелось получить именно вот это такое Немножко зажеванное звучание И я его получил Теперь займемся остальными мелодиями У нас есть вот эта низкая наша мелодия Поднимем ее на октаву вверх В первую очередь Снова в роторе Пресет возьмем дёрти Слушаем Вот уже вот Кью бит стайл вайп получается Мне нравится Естественно это не все Нам еще нужен гроз бит В гроз бите в пустом предсете идем в volume Опускаем это как-нибудь Вот на точку правой кнопки мышки Жмем Выбираем wave Вот здесь находим точку Тянем за нее вниз Вот так и То что нужно Вообще если вам нравятся такие незамысловатые обработки То можете подписаться на мой инстаграм Ссылка на него будет в описании Там я регулярно публикую сторисы В которых я показываю Как я делаю обработки Или просто как я делаю лупы Или просто как я пишу биты Ну короче возможно вам будет это интересно Можете пройти мою инсту И чекнуть там Если понравится То даже можете подписаться Я уж точно против не буду После этого нам нужно добавить еще и half time Естественно переключаемся на одну четверть И Ну вот так Естественно такой звук оставлять нельзя Поэтому еще и эквалайзер И провернем ту же самую штуку То есть отрежем очень много сайт составляющей из низа Теперь добавим сюда же нашу малютку верхнюю мелодию На нее мы повесим half time Тоже на одну четвертую Чтобы получить вот такой вот дерганный звук За счет того что мы использовали триоли И повесим на него OTT Напоминаю это бесплатный плагин Это multiband компрессор И он создает кучу низа И поэтому снова вешаем сюда эквалайзер Теперь чтобы добавить воздуха нашей основной мелодии Можем повесить на него HDL Classic ping pong Вот так поднажимаем DryVet как-нибудь 30% Фидбэк на 0% High pass побольше Analog на 0% Многовато DryVet То есть многовато VET просто Теперь сбрасываем все это на групповый канал инструментов Сюда закинем давайте J37 Мой любимый пресет Noise level на 0 После этого центр стерео Low на минимум High на максимум Punch на минимум Центр минус 2.5 Многовато 6 И центр вернем на вот так Split by channel Раскидаем его по плейлисту Это пока уберем Нам же нужно внутри нашего сэмпла сделать развитие Поэтому мы жмем сюда Делаем make unique для нашего слайсера Делаем клони для нашего слайсера И pitch shift убавляем на минимум Теперь ctrl x Ctrl v И получаем Получаем супер низкий паттерн Но чтобы как бы уравновесить силы Скажем так Мы можем вот здесь вот В этом месте отключить half time Жмем правой кнопкой мышки на Vet dry half time Create automation clip И просто делаем здесь half time на 0 И получаем Окей, теперь все это дублируем Можем еще сделать одну штуку Этот close grant не обязан играть постоянно Поэтому берем лезвие Вот так режем его И вот так его режем Вот это можем удалить Вот это Давайте сократим Вот так Нормально Вот так уделяем Ctrl v, Ctrl v, Ctrl v Отлично Теперь давайте накинем эквалайзер И на наш канал сэмпла Посмотрим что у нас Гундежа здесь все-таки дофига Теперь в целом Можем немножко просто Приподнять громкость Для удобства Я внезапно понял Что пережарил на стадии Ресэмплинга Основную мелодию Сатуратором И поэтому сейчас Быстренько отпрыгнем На несколько шагов назад Вот что бывает Если чуть-чуть лишнего Крутанешь на сатураторе К ручку В целом с мелодией На этом все Мы можем все это снова выделить Нажать Ctrl v, Alt v, C Провратить это в вовсэмпл И скинуть это битмейкеру С которым вы хотите сделать Калаб Или своему корешу Или кому-нибудь еще Теперь это просто Вот такой вот вовсэмпл Как я уже говорил Это видос Калабный Продолжение его С флипом Вот этого сэмпла Вы увидите на канале У Дашайна В общем переходите К нему на канал И смотрите это видео Ну и чтобы закончить это видео На чем-то прикольном Я накинул вот такой вот биток Опустил сэмпл На 300 центов Соответственно бас прописал На G5 А не на A-Sharp И давайте послушаем Также напоминаю Что у меня есть большой Видеокурс по битмейкингу В стиле новой школы И трэпа От А до Я Который в том числе Подойдет у новичка Он стоит 3290 рублей Чтобы его заказать Напишите мне Ссылка на меня есть В описании под этим видео Можете написать мне В инстаграм или вконтакте Как вам удобнее Так что напишите мне Прямо сейчас Закажите видеокурс У меня на этом все Если видео показалось Интересным или полезным То ставьте полностью Заслуженный лайк А если было неинтересно Бесполезно вообще Какая-то ерунда Но что поделать Ставьте дизлайк И самое крутое Что вы можете сделать Для моего канала Это посмотреть другие видео На нем Для этого просто Нажмите на название канала Или дождитесь конца видео И на этом у меня все С вами был Стас Гарфпрод Пока Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok